Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я вам расскажу о своем любимом зеленом луке. Хотя сейчас такое время, в июне месяце, во второй половине июня, его на зелень использовать нельзя, даже если бы я его не оставила на семена. Этот лук мы всегда называли лук-батун, так как у него он вырастает рано весной, дают очень сочные стрелки, прекрасный зеленый лук, ну прям и вкус у него замечательный, и урожайность хорошая, и он не вымерзает, это многолетний лук, он не вымерзает. Но его другое название и более правильное, спасибо зрителям подсказали, лук многоярусный, еще его называют, оказывается, лук шагающий. Да, я замечала, когда он у нас, он нашей семье уже более 20 лет, он всегда рос в конце участка, другого участка, на берегу реки у нас был участок, и там были всегда очень сильные морозы, минус 30, никогда его не укрывали, он всегда прекрасно сохранялся, ну как бы я не замечала, что он шагает. Оказывается, почему он шагает? Он вместо семян дает луковички, и эти луковички они падают, и если их не посадить специально, они прирастают самостоятельно. И весной вырастает, и уже нельзя вырастает целый пучок лука, и нельзя отличить, это старый куст или новый куст. Собственно говоря, если он немножко присыпался землей, то нельзя отличить. Как он растет? Такой диковинный у него рост. Вначале он пускает вот, ну стрелочку пускает. Это я специально, чтобы показать и снять видео, оставила стрелы. Я, собственно говоря, таких вот толстых стрелок никогда не оставляла. Это лук, который молодой, посажен в прошлом году из вот таких вот маленьких головочек. Я посадила лучок. Всю весну мы его ели, с марта месяца, он только снег проходит, он и зимой растет. Если погода нулевая, он и зимой растет, его можно рвать и зимой. И вот я оставила на стрелочке. Раньше мы стрелочки просто обрывали, их тут случайно оставался, поэтому мы даже не видели, как он шагает. И вот из этого первого яруса вырастает второй ярус. На нем вот луковички. Из этого, на этом ярусе просто из каждой луковички пустят стрелочку, и на них будут опять стрелочки. Вот это растет просто из стебля, тоже будет стрелочкой. Из каждой луковички стрелочка. И так он может давать несколько ярусов. Но это если надо, очень много лука. Честно говоря, вот таких больших луковиц у нас никогда не было. У нас всегда были луковички маленькие, потому что мы его никогда не поливали вообще. Он у нас как бы самостоятельно растет. А в этом году дожди так заливали, и луковицы получились большими. И стрелки оставила специально. Как мы его размножаем? Вот, вот эти луковички садятся в любое время. Вот они выросли, сейчас их можно посадить. Следующей весной будут большие кусты. Можно делить, как обычно, лук в батон. Можно делить кусты. Вот это одну отсаживаем. Ну, не обязательно оставлять сок, не надо, только семян. Когда стрелочки не оставляли бы, то мы его любые зеленки отсаживаем. На следующий год опять получается куст. И, ну, литература говорит не более пяти лет на одном месте. Растет и десять лет, и прекрасно растет, и каждый год, и чем больше лет, тем шире получается куст. Замечательный, вкусный, прекрасный, интересный лучок. Заводите, кому понравился. Если лучок вам понравился, ставьте лайки. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok